Чем больше принимается политических и экономических решений в Кремле, тем больше складывается впечатление, что эти решения все больше и больше отстают от жизни, от реальности. Как будто власть придержащие не понимают, как изменилась реальность, и все еще мыслят вчерашними лекалами. Правда, и те лекала не отвечали реальности, но теперь-то они и вовсе вгоняют страну в безвыходное положение, уверен политолог-социолог Борис Когорлицкий. Он поделился своим экспертным мнением с накануне ТВ. Это безумная каша. Это, в общем, более чем понятно, опять же, по их действиям, по их выступлениям, а по их стремлению сочетать восстановление СССР, причем в самых его сталинских видах, с свободным рынком и имперскими ценностями. То есть вот эта эклектика, которая, в принципе, невозможна в жизни, но которая прочно сидит в головах. И вот этот воображаемый мир, который они сформировали за последние примерно 10 лет в своем сознании, в принципе, не может существовать. А они не просто пытаются, исходя из этой картины мира, действовать. Они еще пытаются, исходя из этой картины мира, менять реальность под, заведомо, невозможные решения. У них есть, опять же, совершенно безумное представление о том, что если они какое-нибудь постановление приняли, то оно будет выполнено просто потому, что они его приняли. То есть насколько это постановление реализуемо, насколько вообще оно соответствует каким-то реальным возможностям и условиям, им даже не приходится в голову обсудить. Ну как, собственно говоря, идея с оплатой газа за рубли, потому что ключевой вопрос здесь был даже не в том, хорошо это или плохо, а в том, что это не может быть сделано без целого ряда практических технических решений, без создания соответствующей финансовой организационной инфраструктуры. Так что наши элиты представляют для страны реально очень большую угрозу в нынешнем самом состоянии. Безусловно, это, конечно, левый поворот. Напрашивается по ходу всего мирового кризиса. Он напрашивался задолго до вот этой пресловутой спецоперации и, в общем, даже до ковида, поскольку он связан с тем неволиберальной экономической модель, в которой мы все еще футболируем, просто исчерпал ресурсы для своего развития. И в парыжной ситуации все равно нужны некоторые решения, выходящие до ее рамки. Но тут есть даже несколько моментов. Первое, что нам говорят про реиндустриализацию, про планирование. Забывают, что у нас для этого просто сейчас уже нет условий. Надо было говорить и делать год-полтора-два назад, потому что сейчас нам ответит не реиндустриализация, а необходимость ввести что-то вроде военного социализма. То есть это не вопрос планирования, да? Это вопрос создания систем приоритетов и создания, опять же, политической социальной инфраструктуры, которая позволит эти приоритеты выполнить. Выполнить, причем контролируемо, да? То есть не имитировать выполнение, как сейчас это делают, выполнить реально. И совершенно понятно, что это невозможно при нынешней лице. Что может быть новой идеологией? Прежде чем менять идеологию, нужно сменить всю касту в государстве. Потому что любая идеология, неважно какая, при нынешней системе власти, при нынешних руководителях, все равно будет изведена к имитации и к развербанию ресурсов. Совершенно неважно. И им самим неважно, какая будет идеология. Им важно, что они будут делать только то, что они умеют. Они умеют имитировать деятельность и воровать. Вот две вещи, которые они умеют. То есть у нас работает только коррупция и пропаганда, все остальное работает очень плохо. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и распространяйте.